Мои хорошие, расскажите, пожалуйста, вот если мы хотим окружающим принести что-то светлое в честь праздника. У нас тут промежутки между двумя праздниками, между Днём музыки вчера и Днём Учителя в воскресенье. Вы, в первую очередь, прекрасны сами по себе, но во вторую очередь вы исполнители и педагоги. У вас двойной праздник. И вот если поговорить о значимости, мы про День музыки можем говорить, у нас каждый день День музыки, действительно, и День Учителя тоже каждый день, когда преподаешь. Но все-таки хотелось какой-то позитив принести, потому что в нынешнее время все так сложно, не то что сложно, все необычно. Не будем говорить сложно, будем говорить необычно. И вот мне бы хотелось у вас спросить, как вот вы к этой новой реальности, как вы в ней перестроились и как вы продолжаете развиваться, потому что я знаю, что вы не останавливаетесь. Вот, и дай Бог вам здоровья. Так что, вот мне интересно, как с самого начала, вот, ну, допустим, с марта, там, полгода назад, как у вас процесс вот этого вот приспособления к новой реальности происходил? Какие возникали сложности, какие неожиданности, какие радости, вот, поговорим о чем-нибудь хорошем. Ну, мы, в принципе, говорим всегда о хорошем, мне кажется. Вернее, надо говорить о хорошем. Вот, а все остальное, оно тоже хорошее, но, может быть, немножко менее, так скажем. Вот, ну... Просто мы еще не знаем, насколько оно хорошее. Да, насколько оно хорошее. Мы еще этого не смогли оценить. Да. Потому что я думаю, что мы еще не до конца перестроились. Мы перестраиваемся, мы приспосабливаемся, как бы, к тем обстоятельствам, которые возникли вот в нашей жизни. Ну, первое, как бы, то, что мы потеряли всех студентов, которые выгнали из общежития, и они должны были уехать в свои города, и мы занимались онлайн все время. Это, в общем, очень было сложно, потому что надо было, Антонине надо было бесконечно делать записи для того, чтобы студентам было чем пользоваться, то есть минусовки, как говорят. Вот, то есть мы пришли к минусовкам, чем мы, в общем, никогда в жизни раньше не пользовались, потому что для классических музыкантов это не вариант. Не формат. Да, потому что это очень все сложно, потому что мы люди живые, и музыка у нас живая, и мы ее все время как бы трансформируем под себя, и поэтому она не может существовать в режиме записи, то есть вот в режиме рамки, поставленной рамки. И, конечно, это очень посложняет ситуацию. Я сейчас добавлю, сначала было сложно, но интересно, и надо сказать, что для любого исполнителя, наверное, это большая школа, такое количество сделать записей, потому что обычно мы не очень любим вообще слушать конечный результат свой. Мы поем, играем концерт, а потом уже на следующий день, ну, уже что-то новое начинается, и не очень хочется слушать. Ну, может быть, иногда чисто культурологически можно послушать и дать себе по башке в какие-то моменты, да, профессионально и так далее. Но это не бывает регулярно, а потом все-таки в таком количестве записывать мы избаловались, я хочу сказать, потому что мы избаловались режиссерскими пультами, мы избаловались тем, что можно монтировать, можно исправить любой звук. Вот так представить себе, что надо записать, я не знаю, там, большие сочинения современных авторов, минутки, да, те же грибные гонки о России, еще что-то. Ну, в общем, это надо потрудиться. И, в принципе, очень быстрый у меня произошел момент, когда я начала получать от этого удовольствие. Просто от того, что это тоже работа, которая, ну, она тут тоже происходит профессионально, она тоже что-то дает, и дает достаточно много. Это такая дисциплина, которая, наверное, ну, и я очень благодарна этой дисциплине, которая произошла. Вот. Насчет самой работы со студентами, да, мы старались оживить эту музыку, которая была застывшая. То есть мы, я записывала фонограмму, девочки записывали, тренировались, потому что с первого раза попасть в нее было, видимо, не очень возможно. Пробовала. Ну, не всегда возможно, так скажем, да. Вот. И после того, как девочки тренировались, мальчики, они отсылали меня уже с плюсом, то есть со своей интерпретацией, после чего я слушала. Вот с этой интерпретацией в одном ухе я сидела и тренировалась, чтобы, ну, как можно точнее понять, что им созвучно и важно, и то, что у меня не совпало. Вот. Потом я отсылала следующий вариант, после чего через какое-то время опять появлялась запись плюс. Вот. Я понимала, что мы поработали, но недостаточно. Вот. После чего я еще раз тренировалась с наушником, ну, и где-то с третьего-четвертого раза. В общем, у нас получалась какая-то живая музыка. Не всегда, но все-таки получалась. Я хотела спросить специально у Елены Арнольдовны, как она справлялась, потому что я слышала такое количество имена от профессоров, что Львовской консерватории, что Московской консерватории, что Уральской консерватории, неважно какой консерватории, что это невозможно. Все. Невозможно никак. От слова совсем невозможно и даже пробовать не буду. Но одно дело, когда мне жалуется профессор тут, значит, с которой я когда-то работала в концертмейстерской кафедре, и ей 82 года, и я вообще не представляю, как конскласс должен существовать в режиме, кто какую минусовку должен куда посылать. Вот. И еще и иллюстратора. Тут надо куда-то иллюстратора прикреплять. Вот. Но есть люди, которые наотрез отказываются просто вообще никак. Нет, это все, до свидания. Поэтому для меня очень важно вот этот ваш опыт, что вы смогли. Расскажите, как вы это смогли? Ну, сказать, что мы смогли, это громко сказать. Нет, ну мы же решили, что мы в процессе. Это процесс, он все время меняется. Конечно, это процесс. И, конечно, это плохо. Конечно, это... Ну, нельзя сказать, что это невозможно, но это очень трудно. Потому что, в принципе, представление... Дело в том, что когда ты занимаешься живьем, это обмен энергетикой. Ты обмениваешься со студентом энергетикой. Он тебе со своей, ты ему свою. Потом ты его можешь потыкать, ты его можешь взять за какое-то место, потому что иногда это необходимо. Там, предположим, подержать подбородок или ткнуть рукой в живот для того, чтобы он почувствовал, как надо дышать. Здесь это невозможно. Здесь ты просто, как обезьянка, объясняешь это все. Прыгаешь, скачешь, тычешь себя в живот, хватаешь себя за подбородок или еще за что-то. В зависимости от того, какой орган в этот момент должен функционировать. Вот. Но, тем не менее, что делать? Мы были поставлены в такие условия, и мы должны были в этом выживать. Поэтому какие-то успехи... Что самое интересное, я могу сказать, что меня больше всего поразило. Это то, что ребята за это время сделали успехи. Несмотря ни на что. Потому что они сами занимались. Они были просто, что называется, обезглавлены. И у них не было другого выхода. Но учиться-то им нужно, они должны как-то заканчивать. И даже в Центре оперного пения, где я тоже преподаю, там тоже ребята. Многие ребята сделали успехи. И меня это, конечно, очень порадовало. Потому что все-таки это было положительным. Все эти события были положительными с точки зрения того, что они заставили очень многих о многом задуматься. Заставили людей пересмотреть многие вещи в своей жизни. И, например, вот ту же безответственность, которая, в общем, сейчас процветает, она вдруг стала уменьшаться. Потому что, по всей видимости, когда тебе дали по башке, ты начинаешь думать, что же делать. И это таким образом ты как бы расширяешь свои возможности. Ну вот вы мой предупредили вопрос. Я хотела спросить, изменились ли студенты. Потому что я за карантина успела побыть в двух ипостасях. Я со мной тоже занималась тоже, как могла, когда могла, онлайн. Я в качестве студентки. Точно так же у меня две частные ученицы, которых я точно так же пытаюсь услышать, что-то им объяснить. Это очень налаживает голову. Ну, то есть, вот я хотела спросить, это у меня одной переворот случился в голове? Или вы заметили? Нет, нет, нет. Раньше они как-то приходили, ни шатка, ни валка. Там, ну, вот сегодня я пришла, вчера я не пришла, у меня-то голоса нет. Сейчас у них, они структурировали себя, потому что они поняли, что время-то уходит. Вдруг они это почувствовали, наконец-то они это почувствовали. И начали работать над собой. Мало того, я вам, знаете, что скажу? Я заметила одну вещь. Когда я приходила с 17 лет заниматься с педагогом по вокалу, ты понимаешь, что это у тебя как, извините, выносные уши. Что бы ты ни сделал, ты тут же получишь какую-то оценку. И уже исходя из этой оценки, ты будешь что-то менять и корректировать из того, что ты делал. Когда у тебя эти выносные уши отсутствуют, и ты включаешь кнопочку «Запись» на телефоне, и ты сам себе свои уши. Я первые записи, при том, что мы с Тошей знакомы 16 лет, я первые записи не могла послать, не могла. У меня уж, о божечки, Тоша меня слышала в любых видах и в любом состоянии. Но это реально очень страшно, потому что ты вдруг понимаешь, что ты на самом деле стоишь. Вот на этой вот фигне, вот на этой. Тоже самое рассказывают пианисты. Мы общались сейчас с тех, кто отсылал, они тоже самое рассказывают. Они первые разы себя слушали, не понимали, что это они, и вообще не верили, что они так умеют играть. Типа, ой, божечка, я думал, я хорошо пою, да, мама дорогая? Да, или я хорошо играю. Как это? Я пою, а в ушах у меня повороте. Это вот из этой серии. Да, я играю, а у меня в ушах рифтер. А тут никаких рифтеров. Тут все по-честному. Ну, я просто, почему я об этом сейчас говорю? Мы же понимаем, что мы так или иначе на пороге каких-то очередных ограничений, и мы сейчас уже перестроились жить так, что могу быть чайником, могу кофейником. Сегодня работаю так, завтра работаю вот эдак, потому что все меняется. И, возможно, это вот на носу новое какое-то ограничение, но мы уже, я чувствую, подкованные, потому что... У меня есть глобальный вопрос. Вот мы, как бы, ну, все люди, которые осознают, что все меняется, и меняется, в общем-то, безвозвратно. Меняется мир. Те, которые не ждут, что будет как прежде, мы все, как бы сказать, в предвкушении, да, что вот как-то, ну, какой-то период перемен изменится, он к чему-то приведет. Вот я хотела у вас спросить. Относительно всей жизни и музыки, как части этой жизни для нас неотъемлемой, каких перемен вы бы хотели, каких перемен вы ждете? Вот что в этом мире, который сейчас меняется, уже дошло до такой вот стадии, что это надо менять обязательно? Почему мы так вот, в общем, те, кто в позитиве находится, почему они радостью ждут этих перемен? Что стоило давно уже поменять, по вашему мнению? Я считаю, что мы должны вернуться к настоящему, мы должны вернуться к самим себе. Мы ушли сами от себя. Мы бросили себя. Мы превратили искусство просто в какую-то пародию на искусство. Все, что сейчас происходит в искусстве, театр как таковой, в принципе, не только оперный, но и драматический, особенно на Западе это происходит, превратилось просто в какое-то воспевание уродства. С того уродства, которое могло быть вытащено из всех щелей, оно вылезло. Мне хочется настоящего. Мне хочется, чтобы люди ходили в театр, чтобы их души расцветали, как цветы. Чтобы они выходили, они светились. Им хотелось жить, им хотелось творить, им хотелось двигаться куда-то вперед. Они понимали, что жизнь прекрасна. Они выходили из театра после серости, когда они выходят и думают, боже, все вокруг серость, и в театре серость, и все везде. Мне хочется, я жду этого. Да, это прекрасно. Я думаю, что мы многие этого ждем. Я вспоминаю свои вообще ожидания от оперного театра в детстве, и то, что сейчас, это, конечно. Тошечка, расскажи нам, чего ждешь ты? Не только ждешь, но и созидаешь, я бы сказала. Ты не просто ждешь. Это такой немножко пассивный глагол. Я не думаю, что вы ждете. Я думаю, что вы созидаете. Нет, конечно. Мы все в процессе находимся какой-то работы, поиска. И поиск сейчас очень активный. Он больше внутренний, чем внешний. Поиск глубины, внутренней глубины, внутренней. Тех ресурсов, о которых мы забыли. Внутренних наших ресурсов. Ресурсов, которые открывают тебя миру, и мир тебе. Я думаю, что вот это настоящее, о котором Илья Нарвиновна сказала, оно достаточно многомерно, так скажем. И хочется как-то, чтобы слышал и видел, и понимал в человеке его настоящую, его душу. Во всех, как сказать, сферах жизни. Не только в музыке, не только в искусстве. А вообще, чтобы тот уровень человеческой честности и искренности, он был максимален. Потому что, в общем, мы это потеряли в принципе. Мы потеряли, мы все друг другу понемножку врем, понемножку прибедняемся, понемножку как-то страхуемся, где-то что-то не говорим, где-то, ну, не то чтобы скрываем, но как-то, в общем, закрываемся, все равно закрываемся. И кто-то в меньшей степени, кто-то в большей, кто-то вообще непонятно. Вот перед тобой человек, а ты не понимаешь, кто. Ты не можешь прочитать, потому что перед тобой среднестатистический какой-то, какая-то особь, которая повторяет какое-то количество чужих мыслей транслирует, чужие чувства транслирует, чужие мысли ведет себя как-то так, как тот и себя ведет. И совершенно абсолютно непонятно, кто он на самом деле. А в таком качестве никакой искренности ни в искусстве нигде не может быть совсем. Ну и в жизни тоже. И хотелось бы, ну, как можно меньше чего-то ненастоящего и неправды. Можно я вклинись на секундочку? Мне бы хотелось, чтобы мои студенты перестали говорить. Я же не хуже других. Хуже других не бывает. Бываешь ты. Ты единственный в своем роде. Единственный индивидуальный. Другие это кто? Другие это те, кто по соседству находит. Те, кто вокруг. Вокруг. Я не хуже других. Вот это, когда мне говорят, меня это убивает. Я говорю, боже мой, нельзя равняться на других. Ты это ты. Другие это другие. Каждый человек индивидуальный. Каждый человек должен стать источником света. Он должен нести в этот мир свет. Свет и любовь. Мы ради этого рождаемся, мы ради этого живем. Мы живем не для того, чтобы потреблять. Мы живем для того, чтобы нести. Созидать, конечно. Для того, чтобы творить. Ну и я могу от себя добавить, что мне кажется, вообще в принципе мы должны уйти, мы потихоньку уходим, ну те, кто хотят, от сравнительных каких-то, в любых аспектах нашей жизни, от сравнительных моментов, хуже других, лучше других. Это касается всего, мне кажется. Это не только в музыке, а иначе мы получаем, в общем, под копирку, как вот сейчас Тоша рассказывала, среднестатистическая особь разговаривает, ведет себя, почему так же потом эта среднестатистическая особь, наверное, некрасиво звучит, но она так же и играет, и поет. Ну и винили. Ну как получилось, да. Ну, как бы будем говорить, такой среднестатистический добротный исполнитель, да, и об этом же все говорят, что мы сейчас не отличаем по записи, кто это играет или кто это поет. И это не потому, что их много, стало, потому что они все равняются на кого-то и в результате получаем какую-то общую температуру по палате, да. Они потеряли свою индивидуальность. Лица нет. Нет индивидуального лица. У человека не только лица лица, а вот когда он выходит на стройку, да. Индивидуальность. То есть все в конце концов под копирку, под чью-то копирку, у кого-то, может быть, это получилось вот именно так, но он один-единственный на белом цвете, у которого это вот так получилось. У тебя это так получиться не может. Это может получиться по-другому. Но для этого надо покопаться в себе, для этого надо быть честным с самим собой. Ну, наверное, все-таки любить развиваться и куда-то двигаться. и, конечно, вот эта формула успеха, которая сожралась сейчас 90% тех, кто хочет перепрыгнуть все стадии познавания процесса, да, а сразу поиметь результат. Это в наше время это везде, это во всех сферах присутствует. То есть для тебя процесс — это вообще ничего. Ты им вообще не хочешь ни заниматься, ни туда погружаться, не хочешь. Ты хочешь сразу, вот у тебя результат, тебе надо скорейшую дорогу выбрать, еще и кому-то прислониться, чтобы тебе помогли этот результат скорее поиметь. Да, вот. Это немножко другая формула жизни, чем она есть на самом деле. В общем-то, сколько бы это не отрицать, оно так и есть. И вот это настоящество, и вот это вот ты без процесса никто. То есть получается, что мы убираем фундаменты все первые этажи здания. То есть мы сразу здание строим и этажа с 16-го. И очень удивляемся, почему он валится, а почему он не стоит. Очень странно. У кого-то же там получилось вот сразу, а я уже вижу сразу 16-й этаж, да, потому что я... Во-первых, мы не знаем, как у него получилось. Да, да. Мы знаем какую-то эффективную историю, но мы не знаем настоящую историю. Мы сразу знаем 16-й этаж, потому что мы на этой стадии человека застали на пике славы, там еще что-то такое, да, а мы не знаем, как он строил эти 16-й этажи, как он возводил фундамент, что для этого было нужно и каким образом это... Сколько времени и сколько сил на это потратилось. Потому что либо сейчас мода такая, либо создается миф очень красивый, который, ну, не всегда соответствует тому, что было на самом деле, да, а вот история такая по-честному, вот так же, как люди там говорят, я нисколько не занимался, потом сыграл сольный концерт. Ну, врань его, ну, не бывает такого. Ну, либо ты плохо сыграл сольный концерт, либо ты, либо ты так сыграл сольный концерт, дай бог тебе здоровья, чтобы все так играли. Понимаешь, это, это немножко другая формула, в принципе, вот, она исказилась очень сильно. Формула успеха даже в процессе, а не в результате. И, в принципе, вот эта работа на результат, она сейчас настолько сожрала все то, что, всю ту глубину, про которую, вот, говорит Элена Арнольевна, и вообще, которая существует в человеке. Мы же глубинные граждане, мы же не поверхностные, вот, мы же, ну, не знаю, я даже не знаю, с чем это сравнить, я не буду сравнивать, я не буду обижать никого, вот, из одноклеточных, вот, но, на самом деле, просто это, это какой-то такой момент, мы все-таки многомерные, у нас масса возможностей, а мы эти возможности свели к каким-то, не знаю, пяти опциям, десяти, причем не нашим, а все остальное почему-то решили, что этим не только не надо пользоваться, даже и пробовать туда посмотреть не стоит. А все опции, которые надо раскопать в себе и с ними поработать, мы можем купить за деньги, сразу, не работая. вообще не работая. и к известному имени прислониться, я боюсь подумать, сколько ему Леонидовна получает предложение, послушайте меня и устройте меня куда-нибудь. Ну, то есть, как бы это вот... Конечно, конечно. Глядя на ее список, а я в руки мест, где работаю, очень хочется сразу, чтобы тебя опыту даже взяли. Что, не можете так, нет? Или нормально? Сразу во все места. Ой, какая девочка или какой мальчик, вы посмотрите, какой он чудесный, давайте возьмем его сразу во все театры мира. Чтоб нет-то. Бед процесса, поэтому вот как-то, вот как-то так. Если говорить о музыке, о которой, с чего мы начали, вот я слушаю все время, как люди поют. Я вот вчера объясняла своим студентам, говорю, понимаете, если вы можете все ноты в арии спеть, это не значит, что вы поете арию. Это не арию. Это просто ноты. Вы учили ноты, вы учили текст, и вы поете, и вы думаете, что вы поете. Но музыки-то у вас нет, вы даже о ней не думаете. Вы даже вообще просто, впечатление, что вас музыка в принципе не интересует. Вас интересуют ноты, которые вы должны спеть, и текст, который вы должны выучить. Все. Но ведь это же, это же профанация, это же абсолютно. Вот у нас прослушивание было вот пару дней назад, и вот я послушала, думаю, какой кошмар. Какой, все выходят, все поют. От начала до конца, вроде все ноты спел. А музыки-то нет, ари-то нет. Ничего нет, ни мастерства, ничего нет абсолютно. И люди к этому и не стремятся. Это совершенно неинтересно. Зачем? Я же могу все ноты спеть. Вышла девочка большим голосом, проорала, зибели. И все говорят, она же справилась. Я говорю, с чем она справилась? Это же не зибель. Это же абсолютно никакого отношения не имеет к музыке гуно. Выполнила пятилетку за четыре года. Да, вот и все. У нее хороший голос, да, она владеет своим голосом, но более-менее, более-менее. Но никакого отношения это не имеет к опере Фауст. Вот и все. Ну, вот это как, да, инструменталисты должны играть быстро и еще быстрее. Вокалисты должны взять определенные ноты, чем выше, тем лучше. А что до этой ноты ничего ты не можешь... И здесь как можно громче. Да, я очень люблю, когда, значит, Калафа какого-нибудь зафигачил верхушку, но до этого ты сидишь и думаешь, господи, боже мой, зачем мне такая верхушка-то улыбалась? До нее там много музыки было, но ты так готовился к верхушке, что она мне уже не нужна. Да, да, да. Это сплошь и рядом. Но потом говорит, но зато какой дошник, да, господи ты, боже мой, ну не ради этого писал Пучини, ну точно не ради этого. Мы не в спорте, вы видите, прыжки с шестом там или без шеста. Вот, ну да, есть такая... И то, это же, понимаешь, это история с кульминациями, с высокими нотами, это же формируется все из того, что до. И без до не бывает после, да, поэтому вот эта вот история вообще ушла. Она ушла везде, во всех сферах, во всех апостасиях. Ее просто нет. Вот этот процесс, в принципе, как таковой, вот он сейчас, его не существует. Его не существует. Существует точка А и точка Б. и ее пытаются соединить и притянуть за уши, я не знаю, растянуть резинку так, чтобы она из полмиллиметра стала, вот этот процесс, который должен там, не знаю, растянуться на километры, а ты опа и натянул там за полсантиметра. Вот ищите, молодец. И вот. А потом и налог. Вот, я тоже подумала. Так, девочки, мы собираемся. А давайте о хорошем. Нет, мы о хорошем. А мы о хорошем. Я к тому, что вот сейчас нас если закроют по новой, надо же дальше развиваться. Вот. И, ну, понятно, мы освоили онлайн уроки. Мы уже, в общем, независим почти от места пребывания. Мы уже поняли, что учиться можно где угодно, хоть в чистом поле. При желании, было бы желание, мы уже поняли, что можно давать онлайн концерты. Как, кстати, вам онлайн концерты, Елена Арнольдовна, вот вы, у вас огромная карьера, огромный опыт сценический. Расскажите мне, пожалуйста, как вы к онлайн концертам относитесь? Потому что точно так же их и ругают. И, ну, я понимаю, что это, опять же, заменитель сахара, но лучше что-то делать, чем ничего. Поэтому вот какие ощущения у вас? Грустные. У меня грустные ощущения, потому что странные. Когда вот ты пишешься, ну, предположим, там для телевидения, да, ну, перед тобой все равно сидят какие-то люди, ведь на телевидении тоже приглашают людей специально, потому что на телевидении всегда есть какая-то аудитория. И это совершенно запрограммировано, они прекрасно понимают. Ты ведь можешь просто выйти и нас с камерой один на один записаться, а потом можно записать какой-нибудь зал, якобы ты пел в этом зале, это все можно совместить при современной технологиях, но, тем не менее, телевидение всегда приглашает публику для того, чтобы у артиста была вот эта, было это ощущение, что он не просто сам с собой разговаривает, собственно, ты сам с собой можешь разговаривать, но что он это что-то несет. Вот этот концерт, который у нас был после, когда... Только-только, да. В чистом переулке он был. Нет, нет, ну да, это ты имеешь в виду трансляция, я имею в виду концерт живой, когда вот... А, Уриц. Да, Уриц. Да, этот концерт, конечно, у меня было... Мне не хотелось уходить со сцены вообще, и я очень ждала, когда, наконец, мой номер придет, и потом я не хотела уходить, мне говорили, нет, вот еще должен этот спец сыграть, а я говорю, нет, мне нужно самой тут помыть на спец. Я вот хотела исправить... Так вот, вот у вас же не было наверняка за вашу большущую карьеру таких вот вынужденных длинных перерывов. Вот это вот ощущение возвращения, вот это вот как бы, когда тебя заставили сидеть и не петь, наверное, это что-то невероятное, мне кажется. Ну, концерт был... Ну, в общем, да. Чудесный был концерт, я на нем был, это, имела счастье присутствовать. Я надеюсь, что у вас получится сюда вставить маленькие кусочки концерта. Вот. А, кстати, интересно, вот а публика изменилась или нет? Вот у публики тоже был такой вынужденный культурный голод. Ну, сейчас все артисты пишут о том, что публика изменилась в лучшую сторону, что публика просто неистовствует от вас долго, потому что люди так засиделись и так застоялись, им так этого не хватало, этого вот удивительного общения с музыкой, когда они наполняются музыкой, они теперь просто готовы отдать все свое сердце для того, чтобы артистам, которые выступают. По крайней мере, вот все, что я читаю на Фейсбуке, вот все мои друзья, артисты, кто сейчас выступает, они все пишут одно и то же, что публика просто, и они благодарят публику за это, потому что для них это тоже как бы неожиданный такой момент, что публика настолько как бы согрелась, потеплела. Но потом еще люди находятся в состоянии непонятного ощущения, что что-то происходит непонятное, они понимают, что что-то происходит, но они не понимают, что происходит, и это тоже их тревожит. И когда возникает вот это вот ощущение тепла, когда они попадают в какое-то место, где вдруг начинает идти на них вот эта привычная, привычная музыка, привычные люди, они очень этому рады, потому что пока они просидели в заперти, долгое время, совершенно не понимая, что и зачем происходит, и для них это, конечно, большой праздник, большой подарок. Я хочу еще вас спросить про будущее. Оно понятно, что непредсказуемое сейчас. Мы все планируем. Неплуманно. Неплуманно, да. Но все равно, вот мы научились существовать в двойной реальности. Мы сейчас все примерно одинаково строим планы. Будет так, буду так. Ну вот, на самое ближайшее будущее расскажите, у нас вот середина осени, ну там где-нибудь до Нового года, что бы вам хотелось успеть за это время сделать? Ну, кроме учебного процесса, я понимаю, что учебный процесс это учебный процесс, а вот из творческого, из исполнительского. Ну, у нас сейчас в работе ряд всяких концертов. Да. Как только концерты? Ну, песни мы учим разные, репертуары у нас очень разные, есть более, как сказать, в сторону легкой музыки, так скажем. Вот. Есть и серьезные планы, если получится, может быть, мы что-то из этого еще запишем. Вот. А концерты, ну, в любом случае, даже если, вот сейчас у нас уже в Ленинской библиотеке отменилось, сейчас они решили, что надо сделать перерыв опять, вот, в публичных выступлениях. Ну, я думаю, что мы в любом случае найдем возможность, может быть, что-то и записать, и что-то выставить, и с детками, и со взрослыми, и, ну, пока даже и живая какая-то история есть, вот, зовут, в Москве пока зовут, живем выступать, слава тебе, Господи. Вот. Будем надеяться, что это в каком-то формате все-таки сохранится. Вот. А так? Театры многие пока закрыты на Западе. Ну, сейчас на Западе началось планирование на 2023 год. Вот. Мне пришло сообщение. На 2022 не рассчитывают вообще? Не знаю пока. Мне просто предложение пришло на 2023 год. Пока не знаю, что там будет в 2022 году. Вот. Я вот хочу вернуться к настоящему. Дело в том, что вот, например, Елену Арнольдовну вообще невозможно ни с кем спутать. Вот ты включаешь запись, ты понимаешь, что это поет Елена Заренко. Да. Точно так же, как Тоша мне прислала запись. И запись-то вроде сделанная на коленке для студентов, как бы не концертная совсем. И все равно я слышу, что это играет Тоша. Мне вот интересно. Ну, с инструменталистами другая немножко история. Они приручают инструмент всю жизнь. А вот голос, когда слышат такой, например, да, есть, существует мнение, что, ну, это от природы. Вот человек вот так поет, и поэтому у него настолько индивидуальность, яркая голос, вот ему Бог с неба сбросил такой голос. поэтому вот я слышу, что это Елена Заренко, и тут как бы особой такой заслуги-то и нет. Ну, это как бы люди, которые не в теме. Мне интересно было бы узнать, вот это индивидуально... Я знаю, что вы учились в училище на эстрадно-джазовом. Да? Да. А вот я когда пыталась выяснить, чем отличается эстрадное пение от оперного, там была интересная фраза, что можно не владеть так, не иметь такой силы голос, да, но при этом у тебя должна быть особая сокровенность, ну, потому что, ну, чем ты можешь взять, если ты не до 3-х, хорошая качественная эстрада подразумевает вот очень интимные какие-то, то есть ты должен быть абсолютно настоящий, если ты хороший эстрадный певец, иначе, ну, чем? У тебя никаких внешних эффектов нет, да? Ты можешь шепотом петь, но очень искренне. Я тогда подумала про вас, думаю, может, вот это вот... Нет, вы, конечно, от природы сама такая, но, в принципе, по характеру. Вот это вот стремление к настоящему, понимаете, вы о нем все время говорите, сколько я вас знаю. И я все время думаю, ну, почему одни люди хотят его найти, да? Для этого... Чтобы искать настоящее, нужно этого хотеть. Нас всех, нас всех, грубо говоря, приучают с рождения к ненастоящему. Ну, сейчас такая цивилизация. Ну, вот почему-то кто-то понимает, что это все искусственно навязано, что это сформировано, что это как бы ненатуральное, да? А кто-то не понимает. Кто-то живет в этой коробочке, а кто-то вот все равно хочет найти. Вот мне интересно, почему у вас это желание было изначально? Вот откуда оно вот это вот... Ко всему ведь это не только к голосу и к искусству относится. Это вообще просто ваше мировоззрение, да? Ваш способ мышления. Я... Откуда оно вам пришло? Вы всегда такая были? Или вам когда-то вдруг ну, что-то спустилось? Ну, расскажите. Нет, я думаю, что я всегда такая была, потому что вот в детстве, когда я была совсем маленькой, меня удивляла одна вещь. Когда вот человека одного сравнивают с другим, почему-то его это радует. А мне казалось, что это неправильно. Потому что мне казалось, что каждый человек это индивидуальность, и каждый человек должен быть непохожим на другого человека. И даже если у них какие-то есть сходства, предположим, там, внешние сходства, то все равно они же разные. Так как близнецы, вот у меня есть племянники, близнецы, два совершенно разных человека. Хотя на лицо я их с трудом отличаю. Но когда я вижу проявление индивидуальности, я понимаю, кто из них кто. Потому что они совершенно разные. Хотя на лицо они абсолютно одинаковые. Их иногда мама родная путает, на лицо. Вот. Не знаю, я думаю, что это всегда было, это стремление всегда. Я всегда искала людей настоящих. Мне всегда, вот даже в актерах, я, например, иногда смотрю, я вижу, что, да, актер хорошо обучен, у него хорошая техника игры. Но нету, вот души в нем нет. Я предпочту актера менее одаренного и менее, ну, даже не менее одаренного, скажем, менее обученного, менее техничного, но у которого я вижу, вот, который притягивает меня к себе именно вот этим качеством. Я не знаю, я думаю, что это всегда было. Я поэтому и в пении тоже стремилась найти именно это. Потому что вот то, что, чему меня обучали, когда я уже поступила учиться на классическое пение, меня это совершенно не устраивает, абсолютно. Что мне надо было, чтобы я могла петь, вот, как говорят, поет душой. Вот я хотела петь душой. Но для того, чтобы петь душой, надо иметь потрясающую технику. Вот то, что говорили о Лисициане, Павле Лисициане, который тоже, как говорят, поет душой. Для того, чтобы петь душой, надо иметь пилиграммную технику. Пилиграммную. Если у тебя этой техники нет, ты никогда не запоешь душой. А для меня это жизненно важно. Для меня это жизненная потребность. Петь душой. Я должна выразить свою эмоцию через музыку. Ну, вот эта особенность именно вокалистов. Я, как бывшая инструменталистка, могу сказать, что ни одному вообще инструменталисту не придет в голову, что вот ему дадут скрипку в пять лет, а он захочет играть душой, только минуя все, чему надо научиться. Вот я не хочу... но у нас уже там. Ты тоже должен всему научиться. У нас ремесло у всех одинаковое. Вот это вот постичь ремесло изначально, да, вот с самого начала. Конечно, сложить нотки все это. Его невозможно перепрыгнуть никак. И в данном случае мы зачем, в принципе-то, учимся, да, чтобы наш инструментарий был настолько многоплант, да, и многомерен, чтобы мы любые наши состояния могли сразу передать искренне, чтобы не было вот этой кривой, которая возникает из-за того, что у тебя не хватает технического оснащения, у тебя не хватает там где-то базы, ну, разного, да, и сразу получается немножко неискренне, чуть-чуть, потому что ты чувствуешь одно, а на деле там пальцы или голос, они выражают, ну, то, что можно, то, что ты смог благодаря своему вот этому оснащению, да. Я думаю, нормально, да, выражаюсь, выражаюсь, как в служебном. Да, да, а тут, и вот эта искренность, это, конечно, фолоссальный труд, причем труд такой он и с точки зрения физиологического какого-то, да, пути, так скажем, так и изнутри, потому что так, когда ты растешь, когда ты еще постигаешь какие-то эмоциональные вещи, которые для тебя становятся чем-то новым в жизни, это же все, ну, какого-то, с какой-то стороны испытания какие-то, и если ты правильно к этому относишься, то все это уходит в твой фундамент, ну, в то, что ты формируешь себя как личность. Ты же сам себя формируешь, тебя родили, а дальше ты пошел ножками сам. Никто за тебя ножками не пойдет и никто за тебя не вырастет. Ты сам растешь, ты сам формируешься, и это касается всех сфер жизни, в принципе. Вот. Ну, а поскольку у нас большая часть, в принципе, профессии от жизни, да, потому что для того, чтобы что-то получилось, в общем, времени на это уходит достаточно много. Просто сначала владеть ремеслом, а потом начать творить. Да. но для того, чтобы начать творить, ты должен быть хорошим ремесленником. Иначе ты ничего не получится. Да. Без вот этого базы ты не можешь построить дом. Да, ну, а это сейчас немножко утеряно. Вот это опция сейчас немножко утеряна. Вот. Если у инструменталистов это вынужденная история, да, то есть они, может быть, тоже бы хотели не заниматься, но если ты просто подумаешь, что ты можешь играть на рояле, ты не заиграешь. Ну, никак. На любом инструменте. Ну, никак. Или ты послушаешь кого-то, и потом решишь, что ты вот прям придешь и так же сыграешь. Ну, не получится. С ноля не получится. То же, как и спеть оперу, или спеть романс, или спеть музыку. То же самое. Конечно. Но здесь у нас, поскольку есть друг, с которым надо договориться, у нас немножко более явная картина. А у нас друг... Он тоже есть друг, с которым надо договориться. Ну, понимаете, у всех, да. Он живет внутри. Он, поскольку мы разговариваем, ну, как бы, все плюс-минус, да, мы же разговариваем, у нас у всех есть голоса. Физиологически. Физиологически. Понимаете, изначально у нас все равно есть голос. И таким образом существует некая иллюзия, что раз вот, ну, и все. И вот я пошел. А дальше я уже спел, а тут я уже почти профессионал. А то, что вот это вот... А тут я послушал и подумал, что я уже так же могу. Вот. Я еще в туалете попел, и вроде почти так же получается. Вот. Ну, Слушайте, это настолько древнее, какое-то, я не знаю, ну, может, из середины 20 века заблуждение. То есть, раньше же этого не было. Были абсолютно... Вышкаленные, да, все знали эти школы вокала, старых итальянцев. Неважно, никому в голову не приходилось, что этому не надо учиться. Потом наступил какой-то период, когда стали там, алло, мы ищем таланты, и можно было найти кого-нибудь голосистого, извините за слово, и сделать ему карьеру. И вот как бы это надо вернуться, потому что это ужасно живучий до сих пор, вот я общаюсь, когда ты не в теме, это настолько живучий миф, что либо у тебя голос, который от природы, ну, то есть, ничего не надо было делать, ты родился, его так запел, как Елена Заремба, например, да? Ну, то есть, либо, либо, значит, я такой гений, что я сейчас, ну, я действительно нотки подучу, у меня же мотивчик получился, я нотки запомнила, ну, все, я практически певец, а еще в голове это красиво звучит, действительно, так это настолько как-то живучее, ну, то всем очень хочется. У меня когда-то мама спросила, слушай, говорит, я не понимаю, почему так все лезут петь вокаль, оперу, говорит, это же безумно сложно, мы сидели на ярмарке певцов всероссийской много лет, когда там еще Галина Вишневская сидела, вот в Екатеринбург съезжались со всей России, значит, с дипломом девочки и мальчики, приезжало по 150 человек, слушать можно было человек трех-четырех, остальным надо было говорить, либо ты идешь не то, что в консерваторию, а в училище обратно, либо ты меняешь профессию, и вот мы терпеливо неделю всех слушали, и мама каждый раз, я не понимаю, ну почему именно в эту профессию такое количество вот так вот людей идет, это же, говорит, непопулярно, заработать деньги сложно, что ж их так медом-то намазано, ну потому что всем кажется изначально, что я сейчас чуть-чуть потренируюсь, потом платье красивое надену, хрена линия, плечики голенькие, будет мне карьера, ну в общем, еще дирижеру подмедынуть, цветы будут носить, ладоши плотать, тут я, наверное, всех огорчу, это уже закончилось, это уже, это счастье, что огорчу-то, это счастье, это же какая-то дискриминация профессии, правда, я только рада была бы, если бы это закончилось, огорчу, то есть ту часть населения, которая решит, что платье и все остальное это вот то самое, чем надо заниматься, вот, уже сейчас не прокатит, не прокатит. Да, ну давно не катит, ну сколько-то еще? Сейчас еще, сейчас еще надо научиться все равно самому работать и работать максимально самому, потому что сейчас даже и пианиста-то иногда невозможно ниоткуда достать в период, когда все закрыто, вот, соответственно, и домой его не позовешь, поэтому сейчас уровень самостоятельности должен стремительно расти. Осознанности. Да, да, да. Осознанности, самостоятельности и складывание себя вот как бы с чувством ответственности самим собой. Ни на кого переложить не получится. И выносные уши не работают. По техническим причинам. Да, да, по техническим причинам. Нет, а Коша рядом, ты пришел, мне профессор сказал, потом оказывается, что профессор неправильно сказал, а что ты сам вообще даже не попробовал проносить, что тебе сказали. Это тоже интересно. Ну, это вот тоже уже, вот, мы, мне кажется, уже пережили, слава богу, так что будем... Мы будем надеяться, что это все позади совсем и что впереди у нас очень много интересного. Я живу с большим интересом. Я прям вот, мне так интересно каждый день. Мы тоже. Мы тоже. Девочки мои хорошие, я вас домой отпустила. у вас там темно, хотя у меня тоже темно. В общем, давайте мы еще какое-нибудь большое пожелание для всех наших гипотетических зрителей, слушателей, что-нибудь скажите такое вот жизнеутверждающее. И я вас отпущу домой. Я хочу сказать, ничего не бойтесь, верьте в самое прекрасное, потому что сейчас Земля движется в то, чего на Земле ждали несколько миллионов лет. Мы сейчас движемся в этом, мы сейчас движемся в свет, мы сейчас движемся к тому, что все должно расцвести. И вот те все трудности, те все проблемы, которые были на Земле и стояли, они очень острые, готовы были уже подвести Землю к моменту просто исчезновения. Все это должно сейчас растаять и превратиться в прекрасную планету удивительную планету, одну из самых красивых планет в нашей Солнечной системе. А я хоть только добавлю, что любите себя, верьте в себя, наслаждайтесь собой, открывайте свою душу, открывайте себя каждый день нового, не бойтесь узнавать про себя. Все, это не важно. Мы очень разные и пусть от этого уровень счастья все повышается и повышается. всем желаю. А я хочу сказать последнее, что вообще должно быть ощущение, что все есть в Любови. Вот все, что мы делаем, все, что мы делаем, все, для чего мы живем, и вообще просто, ну, как бы, это вот сейчас такое слово избитое, к сожалению, я бы новое слово придумала. Иногда думаешь, вот какое-нибудь бы изобрести такое слово, но на самом деле, но пока не изобрели новое слово, будем пользоваться этим, но с глубоким смыслом настоящим. Я нам всем желаю, чтобы все было Любовь. Я вас очень люблю и спасибо вам огромное. за них. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...